Привет, друзья. Это я снова. К сожалению, стал момент, когда я должен попрощаться. Я уже выписываюсь. Провел два незабываемых дня в этой гостинице. Так и на крыше не осмелился залезть, потому что на крыше небоскреба дверь странно открывается. Или она открывается, или закрывается, не понятно. Я даже не стал трогать. Думаю, не буду трогать. Видите, это крыше. Я не знаю, сколько этажей, так смотришь, там этажей 50, кажется. Вот так. Видите, еще больше небоскреба. Он там напротив Empire стоит. Смотрите, крыша небоскреб. Смотрите, как они делают. Чтобы люди не смогли, в принципе, можно залезть, если при желании человек водить. Вот там можно залезть туда-туда. Вот один, два, три уровня. Там есть крыша. Вот эти заборы. Три уровня забора. Метров, по-моему, 2,50 или 3 метра высоты, чтобы люди не падали. С небоскреба. Вот видите, вон там небоскреба. Вот тут там тоже что-то такое. Видите, верхний, самый верхний этаж. Почти два этажа пустых там и три этажа. Вот так они делают. Так что, вы увидели крышу небоскреба. Вот так они массивно, массивно, массивно сделаны. Это моя ванна. Все, я все бардак устроил тут. Это я. Конечно, немножко лохматый, но ничего. Короче, на улице холодно. Еще багажа мне очень много. Я все на себя напяли. Не думаю, что я так хожу. Просто напяли на себя. Кошмар. Как я выгляжу, непонятно. Красиво. Да, натаскался я. Я взял алкоголь. Пыл, конечно. Начинает менять. Алкоголь меня. Вот такое. Хотелось бы похудеть, но оно не полное, но 75 всегда стабильно. Даже 75. Я был когда-то 63, потом 65, потом 68, потом был 72, и сейчас я под 75. Бывает 72 опускаюсь килограмм, а потом снова добавляется 76. 77 было. Это было вообще самое критическое. Один раз был вообще. Первый раз в жизни, 78. Тогда, конечно, очень сильно испугался. Сейчас я находился в Йорке. Я ел всякие пасты, не пасты, итальянские, не итальянские, пиццы. Все глупо. Беспроверили. Ну, что делать еще? Я же, они завтракали. Завтрак тоже. У меня был очень сладкий завтрак. Я вот тут фамильный бакаря, семейный пекаря, Зарус называть. Известный. У них все, каждый день самый свежий. Я специально с самого утра туда, чтобы покупать вот эти дань с чиз. Я покупал круассан. Амандал. Это не то, что у нас круассан. Амандал. Мне небольшая начинка, все. Не. Вот тут мне очень нравится. Деньги-то, конечно, 5-6 евро. Один круассан стоит. До долларов, имейте. Долларов. Но, ой, кто-то на крещу там ходит. Не боишься упасть к другому? А, там их несколько человек. Кто-то, наверное, чинит. И вот так. Наелся я круассанов. Сперва напился кофе, потом я перестал кофе пить, перешел на чай. Чай пил черный, без сахара, без ничего. Вот так я крутал свои дни. Почему-то в ту сторону я очень мало акцента внимания. Это давайте я хотя бы сегодня акцентрирую. Вот эта сторона, вот это, как сказать, Бродвей, вот эта сторона Бродвея, Феннишер Дистрикт. Вот эта сторона, которую вы видите, это уже Тайм-Стюарт, сторона Тайм-Стюарт. А вот это Центральный вокзал Нью-Йорк, знаменитый вот этот терминал 36-й улиц. Туда, вот где-то Эмпартид Биндинг, вот там, в ту сторону, есть вот этот Гранд-Терминал. Даже отсюда, наверное, видно ее. Где-то вон там видно, где-то в середине он видно, потому что это я нахожусь на небоскребе, и все видно. Короче, я-то думал, одену белую рубашку, красивую себе прическу, тут пойду в салон, какой-то, ну и зачем? Зачем это, там, три человека посмотрят, где-то стоит. Хотя я мог погладить, вот проблема, я здесь ситрахали, чтобы не гладить. Вот такое, видите, как я высоко забрался, умопромиссительно. Ну, впервые в жизни я на просьбе, вот я спал, я иногда ночью просыпаюсь, потому что разница восемь часов, я девять уже ложусь спать, иногда шесть ложюсь спать, потому что я по-нашему, по-белегическому ложился. Вот там я потом просыпался, пяти часов уже на этих ногах бегаю по вокзалу, что-то там, там все открыто, покупаю утренние вот эти круассаны, потом по улице хожу, вот такое было у меня. Ну, это очень, наверное, последние минуты, сейчас никто, они не стучатся в дверь, 12 часов скоро, выписка у меня. Город красивый, сверху, видите, как она была ночью, там очень сложно передается, вот видите, вот тут балкон какой странный, вот тут балкон очень низкий, это потому что окно закрыто, и что человек все равно не сможет залезть, а там, видите, с какой высоты, а тут низкий, может так и давайте посмотрим, давайте так еще красивее. Ой, напился я, основной пил вот это японское пиво, сэр Нью-Йорка же не каждый день я приезжаю, хотя я так не хотел, вот последнее шампанское, так я не хотел его пить. Дорогие, дорого заплатил, еще бокал, еще бокала нету нигде в городе, шампанское, я потом нашел, 20, представляете, 19, 20 долларов отдал за бокал, ну такой хрустальный, хороший бокал, вот и купили, можно было пласт, у меня есть пластиковый стакан, я купил номер, затем весь мак, у меня была пробочка, это в магазине, который красивый бокал, фирменный бокал, она постучно продавала, а сейчас они пришли почему-то на дешевый. В прошлом году тоже был красивый бокал, у меня была такая традиция, я нес домой каждый год по бокалу шампанское, именно с Нью-Йорка с 8 авеню, все равно же память, все равно приятно дома, иногда под Новый год, вот это, хорошо, что известная фирма, красивые бокалы были, а сейчас какая-то херня, которую я могу, так не хотел, так не хотел скупить, но что делать, я обошел почти, не поверьте, 10 магазинов, в этой вине деликарилось, потом я даже не захотел, у меня же был присмотрен торт, из-за того, что бокал некрасивый, перехотелся и торт, потом думал, потом я не хочу пить, думаю, все равно я же не могу обратно, у меня же багажа нет, не могу обратно понести вот это шампанское, и пришлось ее пить, я начал с 5 часов, на второй день я допил, потому что туда же бегают, у меня же была проблема в ванной комнате, и они начальницами, папками, пи-бига-пи-бига...